Сейчас, когда говорят слово «любовь», то за этим часто подразумевают понятие постели и секса. Раньше под словом «любовь» слово «любовь» соединялись такими моментами, как высокие чувства, идеалы, красота. Но всё это не совсем так, потому что самые святые, самые высокие чувства – это не любовь. Когда мы олицетворяем, отождествляем любовь самыми высокими чувствами, то когда они рушатся, когда они оскорблены, мы отказываемся от любви. Когда мы отождествляем любовь со справедливостью, рушится справедливость, и мы отказываемся от любви. Когда мы любовь олицетворяем самыми высокими, чистыми, прекрасными отношениями, идёт предательство, и мы отказываемся от любви. Но любые самые красивые чувства, самые высокие уровни сознания, самые святые идеалы – это всё временно и приходящее. И когда мы отказываемся от идеалов или высоких чувств, то мы можем остаться живыми и здоровыми. Но когда мы отказываемся от любви, шансов остаться живыми и здоровыми у нас мало. Любовь – это вечность, а высокие чувства, сознание, идеалы, понятие справедливости – это всё приходящее. Так вот, нельзя любовь отождествлять с временным и проходящим. Любовь – это вечность. Любовь – это то, что соединяет нас с Богом. Поэтому, когда рушатся наши идеалы, наше представление о прекрасном, наши высокие чувства и отношения, любовь должна держаться в нашей душе непоколебима. Это условия нашего выживания. Это условия нашего правильного общения с миром. Это условия единения с Творцом и спасения нашей души. По мере того, как любовь к Богу ослабевает, понятие любви начинает закрываться такими понятиями, как наслаждение, удовольствие, высокие чувства, отношения. Оно начинает сращиваться с ними, и потом вместе с их разрушением мы теряем то, что является нашей сутью. Поэтому умение сохранить любовь тогда, когда нас обижают, когда к нам несправедливо относятся, когда к нами расстаются, когда мы болеем или умираем, это умение спасти, оживить свою душу, и значит спасти продолжение своих потомков и себя в конечном счёте в далёкой перспективе. Продолжение следует...